Доброе утро! С вами доктор Влад. У нас погода потихонечку наладилась. И что у нас? Плюс 5, ощущается как плюс 10. Солнышко. Ну, ребята, атмосферное давление прыгает. То было очень низкое, сейчас очень высокое как-то. Как-то это отражается на моём собственном самочувствии. Ну, ладно, ничего. Скоро меня взрежут. Будет полегче, я надеюсь. Ну, я вам уже говорил об этом, повторяться не будем. Что творится в мире? Так, ребята, возле Нью-Йорка землетрясение почти 5 баллов. Нифига себе! Вот это нифига себе, да. И дальше из-за землетрясения в Нью-Йорке прервалось заседание Совбеза ООН. Вон чего. Да. Ну, потом продолжили, ждут другого землетрясения. Так, дальше что? Вот с утра прям выскочило. Президент Такаев заявил, что паводки в Казахстане самые масштабные за последние 80 лет. Так, по словам Такаева, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в 10 регионах страны. Так, мобилизовали все ресурсы МЧС, потом силы МВД, Нацгвардии, Вооруженных сил и Комитета нацбезопасности. Нифига себе! Заливает Казахстан! Так, что тут еще? Ну, опять Россия атаковала Запорожье, убив несколько человек ракетными ударами с интервалом 40 минут. То есть, они бьют ракетой, потом дождутся, когда люди подойдут, чтобы разбирать все это. И еще раз удар. Да. Тысячи непальцев воюют за фашистов против Украины. Они идут наемниками, их отправляют на фарш без подготовки и многие домой не возвращаются. Нам приказано расстреливать тяжело раненых, рассказал один из них. Так, ну, это, блин, я обычно такое не читаю, ребята, ну, знайте, что творится, какие ужасы. Так, ну и в ответ, в ответ пишут о ночных ударах в районе трех крупных аэродромов в России. В Ейске, Морозовске и Энгельске. Также взрывалось в БНР, Курдское, БНР называют это Белгородская народная республика, Курдское и Воронежское областях. Беспилотниками, да. Долбанули. Так. У Украины появились дроны, способные атаковать Урал и крайний север России. Это Мурманск, Архангельск, имеется в виду. Демилитаризация идет полным ходом, но не в ту сторону. Да, еще комментарий. Чтобы жители Урала и крайнего севера России не скучали, а тоже участвовали в этой увлекательной игре под названием «Война». Вот как пишут. Дальше еще. Норильск сам себя не разбомбит. Да. И вот тут вот дальше, что в России. Дмитрий Каравайчик, какой-то мужик, наркоторговец, осужденный за производство амфетамина. Прошел традиционный путь. Тюрьма, фронт, помилование от Путина. И теперь он, как герой России, читает лекции школьникам. Херой. Так, станция «Малиновка» Московской области. Новая электричка «Иволга» проходила обкатку, столкнулась с каким-то этим маневровым. Так, партизан перевел стрелку. Нифига себе. Так, Евросоюз анонсировал создание спецтрибунала для Путина до конца 2024 года. Не знаю, я к этому так отношусь. Ну, че вы его? Поймайте сначала. На заводе «Рус-Био», город... Нет, деревня «Новая Казачья», Калужская область, чудовищно взорвались баллоны с некой краской, в результате чего завод сгорел. Так, что дальше? Самолеты из Тегерана, частые гости в Ереване. Иран готов обнулить двухвековые достижения РФ в Закавказье. Смотрите-ка, Иран с армянами о чем-то договариваются. Вот, ребята, везде-везде вчера было прорыв дамбы произошел в городе Орск, Оренбургской области. Людей экстренно эвакуируют из зоны затопления. По данным оперативных служб, под угрозой около четырех тысяч частных жилых домов. Да. Заливает. А, в Чечне запретили, что запретили, запретили, быструю музыку. Ёлы-палы. Да, слишком быструю музыку. В Чеченской республике все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту. Ударов, ударов, палками, наверное. Об этом в ходе расширенного совещания заявил министр культуры Муса Дадаев. Дадаев заявил, что музыка, которая исполняется в республике, должна нести в народ и в будущее наших детей культурное наследие чеченского народа. Обычаи, традиции, наши адаты, начхала, не знаю этих слов, особенности чеченского характера. Восемь, вот это вот вообще мне непонятно. Восемь следователей, пострадавших при взрыве возле аэродрома Морозовск в Ростовской области, расследовали там ранения четырех следователей, которые были посланы часом ранее выяснить, что же произошло с двумя следователями, выходшими на аэродром по звонку жителей. То есть сначала двух послали, куда-то они потерялись, потом четырех расследовать вот этих двух, а потом восемь послали, чтобы расследовали всю вот эту вот катавасию. Как-то странно, я тут подписал комментарий, наверное, они проводили следственный эксперимент, что ли. По аэродромам очень хорошо ударили, но, ребята, данные все время, это, путаются одни, говорят одно, другие, другое. Ну, в общем, какие-то самолеты там, ну, я имею в виду, такие военные самолеты пострадали конкретно. Ну, какие, сколько, ну, это будут еще выяснять. Так, это еще не все. В Хабаровске ввели режим ЧС после скачка радиации в 1600 раз выше нормы. Это русская служба Moscow Times передает. А как оно могло скакнуть-то в 1600 раз? Хабаровск, да, радиоактивный какой-то объект. Ой, господи. Так, мы сломали зависимость. В правительстве заявили, что вылечили россиян от привычки отдыхать за границей. За границей. Ну, теперь на южном береге Северного моря будут отдыхать. Че? Дальше. В Петербурге полицейские составили протокол о пропаганде наркотиков на рок-музыканта Алексея Вишню за песню «Шприц» 1989 года. Господи. Так. Республиканцы палаты представителей внесли законопроект это в Америке. О переименовании международного аэропорта Далласа в Вашингтоне в аэропорт имени Дональда Трампа. Вот кто-то мне там все пишет. Че вы про Америку не говорите? Ну, вот вы о Америке. Вот. Ой, господи. Так. В Краснодарском крае установили памятник Пригожину. Путин на открытии памятника своему другу не приехал. Кубаноиды установили памятник Пригожину. Так. В Норвегии вслед за Финляндией допустили отправку войск в Украину. Вы отправляйте. Отправляйте. Я заканчиваю. Сегодня у меня не так много. Запад пообещал Армении. Я уже говорил. Армении многомиллионные гранты и инвестиции. Дальнейшее взаимное сближение обсудили в Брюсселе на трехсторонней встрече. Премьер Армении Никол Пашинян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен. Армения в Евросоюз пошла. Интересно. Так. Литва. Вот литовцы всегда молодцы. Литва закупит для Украины около трех тысяч дронов. Министерство обороны Литвы планирует выделить на это 2 миллиона евро. Заявила премьер-министр страны Ингрида Шимонитте. И выразила надежду, что беспилотники прибудут на фронт уже в этом году. Ну давайте, давайте. Хорошо. Помогайте. Так, в Ватикане возле Папы Римского упала икона Христа. И чуть по башке не попала. Это очень интересно. Это знак. Ну промахнулся, да. Так, чё, я заканчиваю. Исследователи из Южной Кореи вырастили рисомясо, говяжьи клетки в рисовых зернах. Этот экологически чистый источник белка, по их заявлениям, это Южная Корея, может скоро заменить настоящее коровье мясо. Ребята, я знаете как, я вам скажу откровенно, да какого бы оно ни было вкуса, я бы его всё равно ел с большим удовольствием, чем вот эти вот говяжьи всякие вырезки. Не знаю, у меня к животным отношение стало совсем другое здесь. А, кстати, гусики с утра пришли, что-то немножко поболтались и улетели. А вчера вечером я ходил их кормить, тот же самый гусь на меня чё-то ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка, подходит близко, опять оставляет кусочки своей гусыни. Ну как-то так, ребята. Да, я люблю мясо, но дело в том, что мясо из животных, вот это меня вот убивает просто. Так, и дальше последнее. Опа, заявление, заявление Николая Патрушева, послушайте, только не упадите, где вы там сидите. Россия исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала самих США во время войны за независимость и гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать штатам сохранить свою целостность нецелесообразно. Николай Патрушев, секретарь Суабеза России, помогали во время гражданской войны. Да, а на чьей стороне они помогали, юг или север? Ну, представьте, они шизофреники просто, у них какой-то собственный мир. Ну, вот так вот, ну все, я назлился, и слава Богу, заканчиваю свой утренний выпуск. Ну, собаки где-то здесь. Пока. Пока.